Слово 2. К неверующему отцу. 58. Довольны и того, чтобы возбудить изумление и ужас. Если бы кто теперь при этом произнес пророческое изречение, ужаснись небо всем, и земля вострепетала по премногому злу, и ужас и страшное соделалось на земле. Все это он сказал благовременно. Иеремия 2.12. Но вот что тяжелее этого. Негодуют и сердятся не только чужие и нисколько не близкие к тем, кому дается совет, но стали гневаться на это сродники и отцы. То есть посвятить себя монашеской жизни. Совет. Впрочем, мне не безызвестно, что многие не очень удивляются тому, что так поступают отцы, а задыхаются по их словам от гнева, когда верят, что ни отцы, ни друзья, ни сродники и ни близкие с какой-либо другой стороны, а часто даже вовсе не знакомые к решающимся любомудрствовать, относятся точно так же и больше, чем отцы, досадуют и преследуют и обвиняют тех, которые расположили их к монашеству. Но мне удивительным кажется противное. Потому что нет ничего странного в том, что, не имеющие никакого основания оказывать заботливость и дружбу, скорбят о чужом благополучии. То увлекаясь завистью, то по своей злобе считая, конечно, безумно и жалости достойно, однако же считая чужую погибель своим счастьем. Но что те, которые родили детей, воспитали, каждый день молятся о том, чтобы видеть детей счастливее самих себя, и для этого делают и терпят все, что и они как бы от какого опьянения вдруг переменяются и скорбят, когда дети их обращаются к любомудрию. Вот этому более всего я удивляюсь. И это считая достаточным доказательством всеобщей испорченности. Никто не скажет, чтобы это было и в прежние времена, когда явно господствовало заблуждение. Случилось, правда, однажды в греческом городе бывшего под властью тирана, притом не из родителей, кто как ныне, а овладевшей Акрополем. Вернее же и эти, не все, но преступнейшие из них. Призвав Сократа, приказал ему не говорить о любомудрии. Но он дерзнул на это как тиран, неверующий и жестокий, всячески старавшийся не спровергнуть общественный строй. Радовавшийся чужому несчастью и знавший, что ничто иное так не может расстроить самое прекрасное общество, как подобное приказание. А эти родители, верующие, живущие в благоустроенных городах и заботящиеся о детях своих, отважаются говорить то же самое, что тот тиран, а подвластных ему, и не стыдятся. Вот их негодованию надо бы удивляться более, нежели негодованию других. Посему я, оставив других, обращусь к тем, которые особенно заботятся о детях. Или лучше должны бы заботиться, но совсем не заботиться. С речью тихой весьма кроткой, и попрошу их не сердиться и не досадовать, если кто скажет, что он лучше их самих знает, что полезно их детям. Родить сына мало для того, чтобы родивший уже и научил полезного рожденного им. Рождение, конечно, много содействует любви к рожденному. Но чтобы точно знать, что полезно ему, для этого недостаточно только родить и любить. Если бы это так было, то ни один человек не должен был видеть лучше отца, что полезно его сыну, так как никто другой не может любить сына больше отца. Между тем и сами отцы делами своими показывают свое невежество в этом, когда сами ведут детей к учителям, поручают их воспитателям. Со многими советуются, озабачиваясь избранием рода жизни, какое надо бы посвятить сына. И удивительно еще не это, но то, что родители при таком совещании о своих детях часто отвергают свое собственное мнение и останавливаются на чужом. Пусть же они не досадуют и на нас, если скажем, что мы лучше знаем, что полезно для них. И только в том случае, если мы не докажем этого в слове, пусть обвиняют и укоряют нас, как хвостунов, губителей и врагов всей природы. Каким же образом будет это очевидно? И откуда мы узнаем, кто действительно видит, что полезно? И кто только думает, будто видит, а между тем совсем не видит? Таким образом, если мы выставим в мои слова, как бы каких противников на испытании и состязании, суждение об этом предоставим беспрепятственным судьям. Хотя закон борьбы повелевает иметь дело с христианином и только с ним состязаться, а больше ничего не требует от нас. Что мне говорит судить внешних? Говорит блаженный Павел. Но так как у детей, стремящихся к небу, часто бывают отцы неверующие, то хотя бы закон борьбы и освобождает нас от состязания с ними. Мы сами добровольно и охотно выйдем против них первыми. И о, если бы у нас состязание было только с ними! Хотя оно и труднее, и больше представляет столкновение. Ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и почитает то и уродство безумием. И здесь, может быть, тоже, как если бы кто стал убеждать возлюбить царство такого человека, который не хочет еще верить и в его действительность. Несмотря, однако же, на то, что наше слово так стеснено, я хотел бы, чтобы это состязание у меня было только с ними одними. Против верующего у нас, конечно, много доказательств. Но удовольствие, доставляемое изобилием доказательств, поморщается с измерностью стыда. Потому что я стыжусь, когда вынуждаюсь и с ним состязаться об этом. Я боюсь, чтобы язычник не стал выставлять против меня только это одно, как справедливое возражение, так как во всем остальном я, по милости Божией, легко склоню его на свою сторону. И если он захочет быть добросовестным, скоро доведу его не только до любви к этой монашеской жизни, но и до самого расположения к догматам, в котором жизнь эта имеет свое основание. Я так мало боюсь состязаний с ним, что наперед еще более вооружу его моими словами. И потом уже приступлю к борьбе. Предположим, что этот отец не только язычник, но и богат, и знаменит более всех людей, облечен великою властью, имеет много полей, много домов и тысячи талантов золота. Пусть он происходит из старственнейшего города и от знатнейших оборода. Пусть не имеет других детей, и больше иметь их не надеется, и только об этом одном сыне беспокоится. Пусть и сам сын с блестящими надеждами и скоро надеется достигнуть такой же власти, и даже сделать со знаменитой оса и затмить его во всем житейском. Среди таких надежд пусть затем придет кто-нибудь побеседовать с ним о любомудрии и убедит его, презрев все это, одеться в грубую одежду и оставив город убежать в горы, и там садить, поливать, носить воду, исправлять все другие монашеские работы, кажущиеся маловажными и унизительными. Пусть будет он без обуви, спит на земле, сделается худ и бледен этот прекрасный юноша, живший с такой роскоши и в почете, и имевший такие надежды. И пусть будет одет без нее рабов своих. Не довольны ли основания к жалобам дали мы обвинителю, и недостаточно ли вооружили противника? Если же недостаточно, то доставим ему и другие предлоги. Пусть после этого отец употребляет все меры к тому, чтобы переубедить сына, и все напрасно. Как будто бы сын его стоит на камне, выше рек, дождей и ветров. Пусть плачет и проливает слезы, чтобы возбудить против нас сильнейшее негодование. И перед всеми постоянно обвиняет нас так. Я родил, воспитал, трудился целую жизнь, делая и терпя все, что обыкновенно случается при воспитании детей. Имел добрые надежды, советовался с воспитателями, призывал учителей, тратил деньги, часто не спал, начея от заботы, благоустроения и образования его, чтобы он ни в чем не отстал от своих предков, но оказался бы еще славнее всех, ожидал, что он утешит меня в старости. В течение времени думал об его жене и браке, о начальстве и власти. Но вдруг, как бы какая гроза или буря откуда-то набежала, и богатый корабль, наполненный множеством груза, совершивший дальний путь по морю, плывший под благоприятным ветром и бывший уже близ самой пристани, затопило почти при входе в нее. И грозит опасность, чтобы буря не обрушила на голову такого богача не только бедность, на и жалкую смерть и погибель. Так случилось теперь со мною. Проклятые губители и обольстители, пусть он говорит, и это, и это, мы не обидимся. Лишив таких надежд, питателя старости моей, как бы какие разбойники, увели в свои звертепы, и так очаровали его своими речами, что он готов лучше идти на меч, в огонь, на зверей, и на что бы то ни было, нежели возвратиться к прежней хорошей жизни. А еще тяжелее то, что склонив его к этому, они говорят, будто лучше нас видят, что ему полезно. Опустили дома, опустили поля, исполнились печали и стыда земледельцы и слуги, повеселели от моих бед враги, закрываются от печали друзья. Никакая мысль не занимает меня, разве подложить огонь и сжечь все, и дома, и поля, и стада волов, и паства овец. Какая будет мне от всего этого польза, когда нет уже того, кто стал бы пользоваться этим, когда он сделался пленником, и у жестоких варваров несет рабство, тягчайшее всякой смерти. Я одел всех слуг в черную одежду, посыпал голову пеплом, собрал толпы женщин и приказал им оплакивать его сильнее, нежели когда бы видели его умершим. Простите меня, что я так сделал. Это моя печаль, боли и той. Уже тяжелым мне кажутся свет и неприятные самые лучи солнца. Когда подумаю о положении этого несчастного сына, когда увижу его одетым хуже беднейшего поселян и посылаем их на самые унизительные работы. Когда представляю его непреклонность, то воспламеняюсь, терзаюсь, разрываюсь. 62. С этими словами пусть он повергнется к ногам слушателей, посыпает пеплом голову, покрывает прахом лицо и умоляет всех подать ему руку. Пусть рвет на себе седые волосы. Кажется, мы хорошо настроили обвинителя, чтобы воспламенить всех слушателей и убедили их сбросить в пропасть виновников этого. Для того и довел я слово до крайнего предела всяких обвинений, чтобы когда так сильно вооруженный будет побежден нами по благодати Божией, другие не могли ничего сказать. Потому что если будут заграждены уставы, имеющие все это вместе, то не имеющие всего этого вместе, все же это сойтись вдруг не может. Легко уже уступит нам победу. Пусть же он говорит это, еще больше этого. А я попрошу судить, чтобы они не теперь жалели этого старца, но когда мы докажем, что он горюет о сыне, который не потерпел никакого зла, а наслаждается великими благами, такими, выше которых нельзя и найти других, тогда он действительно будет достоин жалости и слез, потому что он не в состоянии понять счастье своего сына. И даже так далек от этого, что оплакивает его, как бы находящегося в величайшем несчастье. С чего же начнем слово к нему? С богатства и денег. Так как и он сам больше всего скорбит об этом, и всем кажется самым ужасным именно то, если богатые юноши привлекаются к этой монашеской жизни. Скажи мне, кого все мы ублажаем и называем достоподражаемым? Того ли, кто постоянно томится жаждой и прежде, чем выпьет первую чашу, чувствует уже нужду в другой? И в таком состоянии находится всегда. Или того, кто стоит выше этой потребности, всегда свободен от жажды и никогда не чувствует нужды в таком пяти. Первый не похожий на больного горячкой, который томится самой жестокой жаждой, хотя и может черпать воду из источников. А последний не свободен ли истинной свободой, не здрав ли истинным здоровьем, и не вышли человеческой природы? Что еще? Если бы кто любя женщину постоянно жил с нею, но от сожительства только бы сильнее воспоминялся к нею, а другой был бы свободен от этой безумной страсти и даже во сне не увлекался бы похотью. Кто из них для нас достоподражаем и блажен? Не этот ли? А кто несчастен и жалок? Не тот ли, который страдает от этой тщетной любовью, ничем неугасимую и от придуваемых лекарств еще более возбуждаемую? Если же сверхсказанного он считает себя счастливым в болезни и сам не хочет освободиться от этой потребности, даже оплакивает, как теперь этот отец, освободи, свободных от этой страсти? В таком случае не боле ли еще он несчастен и жалок, потому что не только болен, но даже и не знает, что он болен, а поэтому и сам не хочет освободиться от болезни и свободных от нее оплакивает. Поведем же речь о страсти к деньгам и посмотрим, кто несчастен и жалок. Эта страсть сильнее и неистыше тех и может причинить боли и скорби не потому только, что сжет сильнейшим огнем, но и потому, что не поддается никакому придумываемому облегчению и гораздо упорнее тех. Любящие вину и плотские удовольствия после наслаждения скорее почувствуют присущение, нежели одержимые безумным пристрастием к богатству. Тех, потому мы и вынуждены были изобразить словом, что не скоро можно увидеть на опыте такие явления. Этой болезни много примеров можем представить из опыта. Так поэтому ли скажи мне ты оплакиваешь сына, что он освободился от такого безумия и такой опасности, что не предается неизлечимой смерти, что не стал вне этой войны и борьбы. Но с ним, скажешь, не случилось бы этого, он не стал бы желать большего, но для него довольно было бы пользоваться тем, что есть. Теперь ты говоришь то, что противно, так сказать, природе. Но пусть будет и так, допустим, на словах, что он не захочет превращать своего имения и не увлекается, не увлечется этой страстью. Но и в таком случае я докажу, что он наслаждается теперь большим спокойствием и удовольствием. Что легче, заботиться ли о столь многом, быть связанным такой бдительностью и рабством и страшиться, как бы не погибло что-нибудь из имения, или быть свободным и от этих вкусов. Положим, что он не пожелает других тяжестей, но гораздо лучше отвергнуть и те, которые уже наложены. Потому что, если не нуждаться в большем, считается величайшим благом, то не иметь нужды и в том, что есть, было бы еще большим счастьем. Доказано уже, что человек не мучим и жаждой, и любовью, ибо ничто не препятствует обратиться к прежним примерам. Гора в заблажении не только тех, которые постоянно жаждут и всегда распаляются любовью, но и тех, которые, хотя ненадолго, подвергались этому и удовлетворяли похоти, так как он вовсе не испытал такой потребности. Опять спрошу тебя, если бы можно было бы и превосходить всех богатых и быть свободными от бедствий, происходящих от богатства, то уже ведь ты не пожелал быть тысячу раз такого счастья, чтобы не пострадать ни от зависти, ни от клеветы, ни от забот, ни от другого чего-либо подобного. Итак, если мы докажем, что сын твой и это имеет, и что он теперь гораздо богаче, перестанешь ли ты, наконец, плакать и жаловаться так горько? против того, что он освободился от забот и прочих неразлучных с богатством бедствий, и сам ты спорить не будешь, посему и нам нет надобности говорить с тобой об этом. Но ты хочешь знать, как это он богаче тебя, у которого столько имущества, и этому мы научим тебя и покажем, что ты, думающий о нем, будто он теперь в крайней бедности, сам таков по сравнению с ним 64 Не думай, что мы станем говорить о благах небесных и имеющих быть после отшествия отсюда, но потребим доказательства пока те блага, которые у нас в руках. Итак, ты, господин, только собственного твоего имущества, а он всего, что есть во всей вселенной. Если же ты не веришь, то мы возведем тебя к нему, поведем и убедим его, чтобы он, сошедший с горы или лучше оставаясь там, приказал кому-либо из очень богатых и благочестивых прислать к нему столько золота, сколько ты хочешь. Или так сказать, так как он не возьмет себе этого, приказал бы выше отдать золото кому-нибудь нуждающемуся. И ты увидишь, что этот богач послушается и даст с большей готовностью, чем кто-нибудь из твоих до поддома правителей. Этот последний, когда ему приказывают, и срать их что-нибудь, бывает скучен не угрюм, а тот напротив, когда не тратит, тогда и беспокоится. Не провинился ли в чем-нибудь, что ему ничего такого не приказывает? И я могу указать многих не только из знатных, но и из простого состояния, таких, которые имеют свою великую силу. При том же ты, если твои домоправители растратят веренно им, не можешь вытребовать от них другого и от них злодейство твое богатство, тот сейчас превратится твое богатство в бедность, а сын твой не боится этого. Если один обеднеет, он прикажет другому, если и с этим случится тоже, он обратится к иному, и скорее могут иссякнуть источники воды, нежели те, которые в этом будут послушны ему. Если же, если бы ты держался нашего учения, то я рассказал бы тебе много подобных великих примеров, но так как ты принадлежаешь к язычеству, то я отсюда могу представить пример. Послушай, что говорит Критон Сократу. Мои деньги принадлежат тебе, и я думаю, или довольны, если же, заботясь обо мне, ты не хочешь тратить моих денег, то иностранцы здесь готовы тратить свои. Довольно серебра принес на это самое Симиас Фирский, Готов и Кевис, и многие другие. И так, по этому опасению, как я говорил, не отказывайся спасти себя. Пусть не затрудняет тебя и то, что ты говорил на суде, то есть, что по выходе отсюда ты не знал бы, что делать с собой. И во многих других местах, куда бы ты ни пришел, полюбят тебя. Если же захочешь отправиться в Тесалью, там есть у меня знакомые, которые окажут тебе великое уважение и доставят тебе безопасность. Так что у тебя ни в чем не будет недостатка в Тесалье. Что приятнее такого богатства? Впрочем, это сказано тебе как человеку мирскому. Если же мы захотим рассуждать о богатстве с большим любомудрием, то ты, может быть, и не в состоянии следить за нашим словом. Мне, однако же, необходимо сказать об этом для судей. Богатство добродетели так велико, настолько приятнее, настолько вожделеннее, что обладающие им никогда не захотят взять вместо него и всю землю, хотя бы она была вся золотою, с горами, с морем и с реками. И если бы это было возможно, то ты на самом деле узнал бы, на самом опыте, что это не слова только хвастливые, но что действительно нашедшие гораздо больше и важнейшее богатство станут презирать все прочее и все и никогда не променяют его на это. И что я говорю? Променяют. Они даже не захотят взять этого вместе с ним. Вам, если бы кто давал богатство добродетели вместе с деньгами, вы взяли бы распростертыми руками. Так и вы признаете его чем-то великим и дивным. Но те не возьмут вашего при своем. Так они уверены в его ничтожестве. И это опять я объясню вашими примерами. Сколько, думаешь, денег дал бы Александр Диогену, если бы тот захотел взять? Но тот не захотел, а этот усиливался и предпринимал все, чтобы быть в состоянии когда-нибудь достигнуть богатства Диогена. 65. Хочешь ли увидеть из другой стороны свою бедность и богатство твоего сына? Так поступай. отними у него одежду, которая только одна есть у него, выведи его из кельи, разори его убежище, и при этом ты не увидишь его недовольным и печальным. Но он еще будет благодарить тебя за то, что ты ведешь его к большему любомудрию. А если у тебя кто отнимет только десять драхм, ты никогда не перестанешь плакать и горевать. Кто же богат? Тот ли кто терзается из-за малого или кто презирает все? И не только это сделай с ним, но изгони его из всей страны. И ты увидишь, что он станет смеяться над этим, как над детской игрою. Если бы тебя кто и знал только из Отечества, ты стал бы ужасно страдать и не перенес бы такого несчастья. А он, как собственник всей земли и моря, так легко и беспечально будет переходить с одного места на другое, как ты ходишь по своим полям. И даже еще легче. Потому что тебе, хотя и можно ходить по своим полям, необходимо, однако же, проходить и по чужим. А он и по всей земле пойдет, как по своей собственной. Титье ему везде доставляет в изобилии озера и реки источники, а пища для него овощи, травы и во многих местах хлебы. Не говорю еще тебе о том, что он презирает и всю землю, потому что город его небо. И если должно будет ему умереть, он веселее примет смерть, чем вашу роскошь, и лучше пожелает умереть в таком состоянии, чем вы в Отечестве и на постели. Так что можно назвать странником, изгнанником, искитальцем, имеющего Отечество и живущего в своем доме, а не его отрешившись от всего этого. Даже изгнать его из Отечества ты не можешь, пока не сгонишь его со всей земли. Пока так пусть будет сказано, а говоря по правде, тогда именно и припроводишь его в Отечество, когда сгонишь из земли. Но это еще не для тебя, не знающего ничего больше видимого. Не можешь ты представить его иногим, пока он облечен одеждами добродетели. Не изнуришь его голодом, доколе он знает истинную пищу. А богатые подвержены всему этому, так что и в этом отношении не ошибется тот, кто назовет их бедными и очень бедными, а тех действительно богатыми. Ибо кто может везде найти в изобилии пищу и питье и жилище и отдых и не только не тяготиться, но даже веселее живет в этих обстоятельствах, чем вы в своих, тот очевидно богаче всех вас богачей, которые всем этим можете пользоваться только дома. Оттого он никогда и не жалуется на бедность. Притом такое богатство лучше не только по его изобилию и приятности, но и потому, что оно неистощимо, никогда не обращается в бедность, не подлежит неизвестности будущего, не причиняет заботы и не поддается зависти, но пользуется удивлением и похвалой и всякой честью, тогда как у вас оказывается противное. Вас не только не хвалят за богатство, но многие даже ненавидят и отвращаются, завидуют вам и строят козни. Он же, так как владеет истинным богатством, за это особенно и пользуется удивлением, поэтому и не преследуется ни зависти, ни кознями. А кто крепче здоровьем? Не владеющий ли таким богатством, как пользующийся чистым воздухом и здоровыми источниками, цветами, лугами и свежим благоуханием, светет и крепнет подобно полевым животным, а тот как бы лежащий в грязи, не слабее или не больше расположен к болезням. Если же он имеет перед тем преимущество в здоровье, то очевидно и удовольствие. Ибо кто, думаешь, ты больше наслаждается удовольствиями? Тот ли кто покоится в высокой траве у чистого источника под тени ветвистых дерев, насыщает глаз созерцанием, имеет душу чище неба и находится вдали от шума и смятения, или тот, кто заключен в комнате? Мрамор, конечно, не чище воздуха, и тени от кровли неприятнее тени древесной, а пол каменный не лучше луга, украшенного разными цветами. Свидетели этому вы, богачи, которые, если бы возможно было вам иметь на кровлях деревья и приятная луга, предпочли бы их золотой кровли и дивным стенам. Посему вы, когда является желанием отдохнуть от множества трудов, оставляете эти стены и идете к тем лугам, но ты, может быть, скорбишь о той великой и важной славе, которой здесь совсем не видно. Сравнивая дворец с пустынею и тамошние надежды с здешними, ты думаешь, что сын твой упал с самого неба. Так наперед надо бы узнать тебе, что ни пустыня не делает бесчестным, ни дворец славным и знатным. И прежде, нежели приступим к умственным доказательствам, я рассею твое недоразумение примерами, не нашими, а вашими. Слыхал ты, конечно, о Дионисии сицилийском, слыхал и о Платоне сыне Арестоновым. Кто же из них, скажи мне, был знаменитый, кто воспевается и всегда воспоминается устами многих? Не философ ли преимущественно перед тираном? Между тем, этот владел всей Сицилией, проводил время в роскоши и в течение всей жизни был окружен богатством, копьеносами и прочим блеском. А тот проводил время в саду академии, садил и поливал деревья, ел маслины, имел скудный стол и был чужд всего того блеска. И не столь удивительно еще это, как то, что он, и сделавшись рабом и быв продан по воле тирана, не только не оказался вследствие этого бесславнее его, но и самому тирану показался за это достойным уважения. Такова добродетель. Она не только делами, но и страданиями своими не оставляет в темноте и безвестности и саму себя исполняющих ее. А учитель его Сократ? Насколько он был знаменит и Архилая? Между тем этот царь был и жил очень богато, а тот проводил время в лицее, не имел ничего, кроме одной одежды, в которой являлся зимой и летом, и во все времена года ходил всегда без обуви, по целому дню оставался без пищи, питался одним хлебом, который и заменял для него все блюда и кушанья. Даже этого пропитания не имел дома, а получал его от других, проживая в такой крайней бедности. Однако же, был настолько знаменит и того царя, что и после многократных приглашений его к нему не хотел оставить лице и пойти к его богатству. Из господствующего ныне мнения о них видно и то, что было прежде. Их имена известны многим, а тех Дионисия и Архилая никому. Еще иной философ Синопский Диоген настолько был богаче многих таких царей, хотя и ходил в рубищах, что Александр Македонский, сын Филиппа, когда вел войско против персов, оставив все, пошел посмотреть на него и спрашивал, не нуждается ли он в чем и не прикажет ли а тот отвечал, что ни в чем не нуждается. Не довольны ли тебе примеров или хочешь, чтобы мы напоминали о других? Эти мужи сделали знаменитей не только знатных царедворцев, но и самого царя, избрав частную и мирную жизнь и не захотев даже приближаться к делам общественным. Но и в самом обществе гражданском увидишь прославившимися не тех, которые жили в богатстве роскоши и изобилии, а тех, которые проводили жизнь в бедности, в простоте и скромности. У афинян Аристид, которого по смерти похоронило на свой счет государство, был настолько знаменитее Алкивиада, отличавшегося и богатством происхождением и роскошью, и силой и слова, и крепостью и тела, и благородством, и всем другим, насколько дивный философ какого-нибудь простого мальчика. Уфивян и поминон человек, который, получив приглашение к собранию, не мог прийти туда, потому что одежда его находилась в мытье, а другой для перемены он не имел, был знаменитей всех тамошних военачальников, так не говори же мне ни о пустыне, ни о дворце, слава и знатность ни в местах, ни в одеждах, ни в сане, ни во власти, но только в душевной добродетели и любомудрии. 68 Но так как примеры не имеют решающей силы, то поведу речь о самом твоем сыне. Мы найдем, что он не только стал теперь знаменитее, но почтеннее и по тому самому, за что ты называешь его бесславным и униженным. Убедим его, если хочешь сойти с горы и войти на площадь, и ты увидишь, что весь город обратится к нему и все станут указывать на него, удивляться ему и изумляться, как если бы ангел какой сошел с неба. Что же еще другое почитаешь ты принадлежностью славы? Подлинно он будет знаменитей не только царедворцев, но и самого облекающегося в диадиму ради своих простых и изношенных одежд, потому что он не так изумлял бы всех, если бы носил золотую, или вернее пурпурную одежду, даже надевал на голову самый венец, сидел на шелковых коврах, ездил на мулах и был сопровождаем золотоносными оруженосцами, как теперь, имея грязный и неопрятный вид, нося грубую одежду, шествуя без всяких спутников и без обуви. Ибо царские принадлежности установлены законами и стали обычными, и поэтому если бы кто стал с удивлением говорить о царе, что он одет золотую одежду, то мы не только не удивимся, но и посмеемся этим словам, как не содержащим ничего необычного. Но если о твоем сыне кто-нибудь пришедший скажет, что он, презрев отцовское богатство, отринув житейский блеск и став выше мирских надежд, удалился в пустыне и оделся в ветхую и худую одежду, то все тотчас сбегутся и станут удивляться и восхвалять его за величие души. Притом, если цари подвергнутся многим нареканиям, золотые одежды нисколько не защитят их, тем более не возбудят удивление к ним, а он одеждами своими подаст много поводов к удивлению. Таким образом, самая одежда более царская делает его видным и знаменитым, если за эту никто еще не удивлялся царю, а за ту все будут изумляться облеченному ею. А что мне скажешь ты пользы во мнении и похвалах толпы? Но слава и состоит не в другом чем, а в этом. Я не нуждаюсь в ней, скажешь ты, а ищу власти и чести. Но восхваляющие, конечно, будут и почитать. Если же ты желаешь власти и начальствования, то это не меньше, чем предыдущее. Мы найдем преимущественно у здешних. Можно объяснить это и примерами, но обращаюсь к наиболее утешительному для тебя способу. Поведем речь применительно не к кому-нибудь другому, а к самому твоему сыну. Что ты считаешь доказательством величайшей силы? Не то ли чтобы быть в состоянии мстить причиняющим огорщение и вознаграждать делающих добро. Но такой силы вполне нельзя найти даже у царя, потому что и ему причиняют огорщение многие, которым он не мог воздать тем же, и делают добро многие, которых ему нелегко вознаградить. Так на войнах, часто врагам, причинившим множество огорщений и зол, он желал бы отомстить, но не великие заслуги, не может воздать соразмерных наград, когда они предвосхищенными прежде воздаяния падут в самой войне. Что же, если мы покажем, что твой сын обладает иной силой, гораздо большей той, которой, как доказало наше слово, не пользуются и цари. Никто, впрочем, пусть не думает, что мы говорим о благах небесных, которые ты не веруешь. Мы не забыли обещаний, но мы будем заимствовать доказательства из того, что бывает здесь. Если величайшая сила состоит в том, чтобы быть в состоянии мстить, оскорбившим, то гораздо выше ее достигнуть такого состояния жизни, в котором никто хотя бы захотел, не может оскорбить нас. Что такое состояние выше того, это будет нам ясно и очевидно, когда обратимся к другому примеру. Скажи мне, что лучше, быть ли столь искусным военные дела, чтобы никто из ранивших нас не убежал нераненным, или приобрести такое тело, которого бы никто, сколько бы ни старался, не может поранить для всякого человека. Очевидно, что последнее могущественнее и божественнее первого. И не только одно это, но есть еще и даже высшее могущество. Какое же это? знание лекарств, которыми вылечиваются все раны. Итак, из трех видов могущества первого, чтобы быть в состоянии мстить обидевшим, второго, высшего, чтобы лечить собственно раны, а это, конечно, не всегда следует за первым, и третьего, чтобы не быть оскорбляемым, и ни от кого из людей это, конечно, выше и природы человеческой. Сын твой, как мы доказали, обладает последним. Семьдесят. Для доказательства, что эти слова не пустой звук, мы в то самое время, как искали этого великого могущества, нашли другое, еще высшее и этого. Всякий может увидеть, что им, отшельникам, не только никто не может, но и не захочет сделать зла, так что сын твой вдвойне пользуется безопасностью. что может быть блажение такой жизни, в которой никто и не захочет, а если бы и захотел, то не сможет сделать зла, особенно когда нехотение происходит не от бессилия, как бывает со многими, но от того, что нельзя найти никакой к тому причины. Если бы неделание зла зависело только от бессилия, то оно было бы не так важно. Даже ненависть родилась бы у тех, которые хотели бы, но не могут сделать зло, а это состояние заключает в себе немало блаженства, его мы, если угодно, и рассмотрим наперед. Кто же, скажи мне, захочет когда-нибудь причинить вред тому, у кого нет ничего общего с людьми, ни договоров, ни земли, ни денег, ни дел, ничего либо другого? За какое поместье станет спорить по какому оскорблению? Вредить другим побуждает нас либо зависть, либо страх, либо гнев. Но этот старственнейший человек выше всего. Кто позавидует тому, который смеется над всем тем, о чем другие бьются и хлопочут? Кто будет сердиться, не потерпев никакой обиды? Кто станет бояться, ничего не подозревая? И так ясно отсюда, что никто не захочет вредить ему. Так же ясно и то, что не смогут, если захотят. Потому что нет ни случаев, ни поводов, почему бы кто напал на него. Но как высоко парящий орел никогда не может быть уловлен сетью расставленную для воробьев. Так точно и этот человек. Чем может кто повредить ему? Кто позавидует тому, который смеется над всем тем, о чем другие бьются и хлопочут? Кто будет сердиться, не потерпев никакой обиды? Кто станет бояться, ничего не подозревая? И так ясно отсюда, что никто не захочет вредить ему. Так же ясно и то, что не смогут, если захотят, потому что нет ни случаев, ни поводов, почему бы кто напал на него? Но как высоко парящий орел точно и этот человек? Чем может кто повредить ему? Денег у него нет, чтобы угрожать ему потерей их, родину он не имеет, чтобы устрашать его ссылкою, славу он не ищет, чтобы обесславить его, остается одно смерть, но ею в особенности никогда и не сможет огорчить его кто-либо, но еще принесет ему величайшую пользу, потому что поведет его к другой жизни, вожделенной для него, для которой он все делает и трудится, и которое для него прекращение трудов, не наказание, на избавление и вдохновение от подвигов. Хочешь ли узнать и другой вид его могущества, еще более свойственный любомудрию? Если кто сделает ему множество зла, ударит его или свяжет, то тело его естественно поражается, но душа полюбомудрия остается невредимой, она не увлекается гневом, не уловляется ненавистью, не побеждается враждою, и это еще не так важно, гораздо удивительнее этого вот что, он любит сделавших ему столько зла, как благодетелей и покровители и молятся, чтобы у них было всякое благо. Что равно этому дал бы ты ему, если бы тысячу раз сделал его царем вселенной и продолжил это царствование на тысячи лет? Какой багреницы, какой власти, какой славы, непочтение это приобретение? Чего бы не дал иной, чтобы получить такую душу? Мне кажется, что и страстные платоугодники пожелали бы такой жизни. Хочешь ли с другой стороны видеть еще более дивное и приятнейшее могущество этого мужа со стороны хотя не возвышенной, но для тебя особенно приятной? Из сказанного видно, что он неуловим и неуязвим. Но не желаешь ли знать, что он еще может покровительствовать другим и доставлять им совершенную безопасность? Первый вид покровительства состоит в том, чтобы и других довести до той же доблести и таким образом сделать их крепкими. Если же они не захотят этого, но станут проводить жизнь более человеческую и земную, то и в ней также ты увидишь его не имеющего ничего, имеющим больше могущества, чем ты богач, и главным образом именно потому, что он ничего не имеет. Кто с большей смелостью станет беседовать с царем и высказывать укоризны? Ты ли владеющий столь многим и поэтому ответственный перед слугами его, опасающийся за все и представляющий ему тысячи случаев, если бы он разгневавшись захотел огорчить тебя, или тот, стоящий выше рук его? С царями беседовались с великой смелостью, особенно те, которые удалились от всего житейства. Кому скорее уступит и окажет внимание человек сильный и обращающийся во дворце, тебе или богачу, которого он подозревает, что часто многое делаешь для денег, или тому, у кого одно только побуждение для распоряжений человеколюбия к другим, кого он почти уважит, того ли, кого не может подозревать ни в чем низком, или того, кого считает ниже и слуг своих. Конечно, более слушаются этих отшельников, ходатайствуют ли они о денежных выдачах или о покровительстве 72. Но если хочешь, пусть он во всем успевает не через других, но сам собою. Мы приведем какого-нибудь страдальца и к нему, и к тебе, или лучше не к тебе, а к самому царю, и посмотрим, кто более будет в силах помочь ему. Пусть первым подойдет пострадавший более всех других. Пусть будет это отец, имевший одного только сына и потерявший его в отсвете возраста. Ему ни начальник, ни царь, в состоянии будет помочь, равно как и ты, потому что не дашь ему ничего равного тому, что он потерял. А если ты приведешь его к твоему сыну, то он прежде всего ободрит его видом своим, одеждою и жилищем, и внушит ему считать за ничто все человеческое, а потом и словами легко рассеет облако. Из твоего же дома он вынесет еще больше печали, потому что когда увидит он, что твой дом свободен от бедствий и исполнен великого благоденствия и имеет наследника, то будет еще более мучиться, тогда как оттуда выйдет более спокойным и более любомудрым. Видя, что сын твой презрел такое имущество, такую славу и блеск, он будет не так сетовать об умершем, ибо как он будет сокрушаться о том, что у него нет наследника его имуществ, когда увидит, что другой презирает легче выслушает от того, кто оправдывает их делами. Ты как только осмелишься открыть уста исполнившего великого уныния, как философствующий о чужих бедствиях, а сын твой, получая его делами, легко убедит, что смерть есть не больше, как сон. Он не станет перечислять многих отцов, потерпевших то же, что и этот, но покажет, как сам он ежедневно при жизни в теле, помышляет о смерти и всегда готов к ней, и укрепив веру в учение о воскресении, таким образом отпустит его с великим облегчением скорби, и его слова, подтверждаемые делами, гораздо лучше и скорее могут успокоить страдальца, нежели соучастники в собраниях и пиршествах. Так он уврачует этого страдальца. Пусть будет приведен к нему, если хочешь, и другой, от долговременной болезни лечившейся зрения. Чем ты можешь дому? А твой сын, доказав, что в этом нет ничего страшного, тем, что сам заключился в малой келье, стремясь к новому свету и считая настоящее нисколько неважным в сравнении с тамошним, научить мужественно переносить несчастье. А обижаемым можешь ли ты внушить любомудря? Нисколько. Напротив, еще больше возмутишь, потому что мы обыкновенно яснее видим свои бедствия при благополучии ближних. Сын же твой гораздо легче ободритки этих. Не говорю уже о молитвенной помощи, которая важнее всего этого. Не говорю, потому что моя речь теперь обращена к тебе. Если же ты хочешь, чтобы за сына почитали тебя и не презирали, вероятно, ты и этого желаешь, то не знаю. Каким бы другим образом ты лучше достиг этого, чем имея сына, который стоит выше человеческой природы, является столь славным по всей вселенной и при такой славе не имеет ни одного врага. При том мирском могуществе он был бы хотя многими почитаем, но многими и ненавидим, а здесь все почитают его с удовольствием. Подлинно, если некоторые люди простые низкого происхождения, сыновья, поселян и ремесленников, приступив к этому любомудрию, сделали столь почтенными для всех, что никто из весьма знатных не стыдился ходить в их жилище и разделять с ними беседу и трапезу, напротив, чувствовали себя как бы получившими некоторые великие блага, что и на самом деле бывает, тем более они поступят так, когда увидят, что вступил в эту добродетельную жизнь человек знаменитого рода, блистательного состояния, имевший столько надежд. Таким образом, то, о чем ты более сетуешь, то есть, что он из мирской жизни перешел в монашескую. Это самое больше всего и делает его знаменитым и всех побуждает смотреть на него не как на человека, но как на какого-нибудь ангела. Конечно, о нем не буду думать того, в чем подозревают другие, будто он избрал такой путь по честолюбию, по страсти к деньгам и пожелание сделать себя из незнатного знатным. Если такие речи и опротив ложные и суть словеса лукавствия, то касательно твоего сына, не могут внушить и подозрения. Не думаю, что это бывает только при благочестивых царях, но хотя бы и произошли перемены во власти и властители соделались неверующими, и тогда состояние сына твоего будет блистательнейшим. Наши дела не таковы, каковы у язычников. Ни мнением властителей следует, но держится собственной силою, и тогда наиболее проявляется, когда подвергается наибольшим нападениям. Так и воин, хотя бывает уважаем и в мирное время, однако более будет славен при наступлении войны. Таким образом и при языческих властителях тебе будет столько же и даже больше чести, ибо те, которые прежде уважали твоего сына, гораздо более станут поступать так, когда увидят его вступающим в борьбу, действующим с большей смелостью и представляющим много поводов к прославлению. Хочешь ли, мы рассмотрим и отношение его к тебе? Или извините говорить об этом? Тот, кто в отношении к другим столь тих и кроток, что никому не подает повода к неудовольствию, тем более будет оказывать великое почтение отцу и станет угождать ему гораздо более теперь, чем когда бы он достиг мирской власти. Обличенный великой властью неизвестно, не стал ли бы он презирать и отца. А теперь он избрал такую жизнь, в которой он хотя бы стал царств и не царя, в отношении к тебе будет смиреннее всех. Таково наше любомудрие. Оно соединяет в одной душе качества, кажущиеся противоположными смирения и высоту. Тогда по пристрастию к деньгам он может быть даже стал бы желать твоей смерти. А теперь он молится, чтобы жизнь твоя продолжалась. Так что из-за этого он удостоится блистательных венцов. Ибо немалая награда ожидает нас за почтение к родителям. Нам заповедано чтить их как владык Серахов 37 угождатим и словом и делом, если это не будет во вред благочестию. Что ты имеешь, говорит Писание, воздать, что они тебе Серахов 7 30 Подумай же, сколь превосходной степени может исполнить и эту добродетель тот, кто во всем прочем достиг верха совершенства. Если бы надобно было и умереть за твою голову, он не откажется не только из уважения и угождения тебе по закону природы, но прежде всего ради Бога, для которого он презрел вообще все прочее. Итак, если он теперь и почтеннее, и богаче, и могущественнее, и свободнее, и при таком величии духа гораздо более послушен тебе, нежели прежде, то о чем скажи мне ты скорбишь? Не о том ли, что не беспокоишься каждый день, не пал бы он на войне, не прогневал бы царя, не подвергся бы ненависти соратников, как этого и еще большего бояться отцы детей, возвысившихся перед другими, как поставившее дитя на каком-нибудь высоком месте невольно беспокоиться, как бы оно ни упало, так и возводящие сыновей на высоту власти 75, но имеет некоторую приятность пояс и плащ и голос глашатая. На сколько же это одни и скажи мне? На 30, на 100 или вдвое больше? А что потом? Не пройдет ли все это как сновидение, как басня, как тень? А теперь достоинства чести у сына твоего останутся до конца, даже по смерти и тогда еще больше и этой власти никто не отнимет у него, потому что он возведен на нее не людьми, а самой добродетелью. Но ты хотел бы видеть его носящим дорогие одежды, разъезжающим на коне, имеющим множество слуг, кормящих тунеядцев и льстецов. Зачем тебе хотелось бы этого? Не затем ли, чтобы через все это доставить ему удовольствие? Но если ты услышишь из уст его самого, нам может быть ты не поверишь, что свою жизнь считает настолько приятнейшей жизни людей, пристрастных к роскоши, распутству, музыке, тенентунеядцам и льстецам и прочей суете, что предпочел бы тысячу смертей, если бы кто приказывал ему, оставив первую приятную жизнь, перейти к последней. Что скажешь ты на это? Или ты не знаешь, как приятна жизнь, чуждая забота? Может быть и никто другой из людей не знает еще, не вкусит ее в ее чистом виде? Если же присоединится еще знаменитость и сойдутся вместе эти неудобо совместимые блага, безопасность и слава, то что может быть лучше такой жизни? Но для чего скажешь ты говоришь мне это, стоящему далеко от любомудрия? А для чего ты препятствуешь и сыну приблизиться к нему? Довольны если этот недостаток останется при тебе? Не считаешь ли ты величайшим недостатком то, когда вы, не приобрет ничего доброго в первом возрасте, по достижении крайней старости ропщите на старость? Но потому скажешь мы и ропщем на нее, что юность заставляла нам великие блага? Какие великие блага? Укажи старца, у которого были бы эти великие блага. Если оставались в действительности, то он не скорбел бы так, как бы не имеющий ничего такого. Если же они исчезли и пропали, то какие же они великие блага, исчезнув так скоро? Но сын твой не испытает этого. И если достигнет глубокой старости, ты не увидишь его огорченным подобно вам, но веселящимся, радующимся и восхищающимся, потому что у него тогда еще более будут процветать благо. Ваше богатство хотя бы доставляло множество благ, доставляет их только в первом возрасте, а его богатство не таково, но остается и в старости сопутствует и по смерти. Поэтому вы, видя в старости, что ваше имущество умножается и вам представляется много средств славе и роскоши, скорбите, потому что ваш возраст уже не способен к наслаждению ими. Поэтому и перед смертью вы трепещите и называете себя самыми несчастными, особенно тогда, когда благоденствуете. Он же тогда особенно успокоится, когда состарится, так как скоро достигнет пристани и получит юность всегда цветущую и никогда не склоняющуюся к старости. А ты хотел бы, чтобы сын твой наслаждался такими удовольствиями, в которых он тысячекратно раскаивался бы и скорбил, достигнув старости? Но да не наслаждается им никогда и враги ваши. Что я говорю о старости? Эти удовольствия исчезают в один день, а лучше сказать, не в день и не в час, а в короткое неприметное мгновение. И во всем состоят эти удовольствия. Не в том лишь, чтобы чревоугодничать, располагаться за роскошными трапезами и обращаться с красивыми женщинами, подобно свиньям, валяясь и грязи. 76. Впрочем, теперь еще не об этом. Рассмотрим сначала эти удовольствия, не пусты ли они и ничтожны. Если угодно, наперед рассмотрим то, которое кажется более других приятным. Наслаждение пищей. Покажи мне продолжительность всего. Сколько времени в день оно может занимать вас? Сколько? Что? И приметить, что нельзя? Столько. Ибо как только кто насытился, то и лишился удовольствия. И даже прежде пресыщения оно проходит быстрее потока, исчезает в самой гортани и не способно идти далее вместе с пищей. Потому что лишь только пройдет через язык, уже и теряет сладость. Умалчивая о прочих бедах и о том, какое расстройство бывает от пресыщения. Не пресыкившись они только бывают веселее, но и легче. Отдыхать будет лучше того, кто едва не расселся от пресыщения. Сон здоровый, говорится в Писании, от чрева умеренного в стерах 31-22. Нужно ли говорить о болезнях, неприятностях, нечастных случайностях и напрасных издержках? Сколько от этих перов возникает ссор, сколько козней, сколько обид? А приятное обращение с развратными женщинами? Какое может быть удовольствие в этом позоре? Впрочем, не будем пока говорить здесь ни об этом, ни о спорах любовников, ни о ссорах между соперниками и нареканиях. Положим, что кто-нибудь свободно наслаждается этой похотью и не имеет соперника, и не пренебрегается возлюбленную. Сыпать деньги как бы из источников, хотя и никогда не возможно всему этому сойтись вместе. Но необходимо нежелающему иметь соперника рассратить все свое состояние, чтобы превзойти щедростью всех других, а нежелающему обеднеть, быть презренной и отвергнутой блудницею. Пусть, однако, не будет ничего этого, но все делается по его желанию. Где же можешь показать нам удовольствие от этого? Его не оказывается даже во время самого удовлетворения похоти. Удовлетворивший похоть уже лишился удовольствия. И удовлетворяющий похоти находится не в удовольствии, но в смущении и беспокойстве, в возбуждении и безумии и в великом смятении и расстройстве. Не таково наше наслаждение. Нет. Оно навсегда оставляет душу невозмутимую, не причиняет ей никакого смятения и волнения, но доставляет радость чистую и непорочную, достославную и бесконечную, такую, которая гораздо сильнее и живее вашей. Наше наслаждение приятнее и потому, что ваше может быть уничтожено страхом, ибо если бы царь издал указ, угрожающий за это удовольствие смертью, то большая часть людей отказалась бы от него. Что же до нашего наслаждения, то хотя бы кто угрожал тысячу смертей, не только не убедит нас пренебрегать им, но скорее сам будет осмеян. Настолько оно сильнее и приятнее вашего, и даже не допускает сравнения с ним. Не гневайте жена сына за то, что он от скоротечных или вернее недействительных благ перешел к действительным и постоянным. Не плачь о нем, достойно быть ублаженным, но о том, кто не таков и кружится в настоящей жизни как бы в еврите. Это бурный пролив острова идеи. А главное вот что, ты неверующий язычник, прими же хотя это слово. Ты, конечно, слыхал о реках, кокитах и периф-легу-фонтах, о воде стихса и о тартере, столько отстоящем от земли, сколько она от неба, и о многих видах наказаний. Хотя ели наруководствовавшиеся своими умствованиями и нашими искаженными преданиями, и не могли поистине сказать об этом, как оно есть, однако они получили некоторое образное представление о суде, и ты найдешь, что и поэты, и философы, и ораторы, и все философствовали об этих предметах. Ты слыхал также об Елисейском поле, и об островах блаженных, о лугах, и миртах, о нежном ветре и великом благоухане, о хорах там обитающих и одетых в белую одежду, ликующих и воспевающих некоторые гимны, и вообще об ожидающем добрых и злых воздаяния по отшествию отсюда. Как же ты думаешь, живут с такими мнениями добрые и недобрые, а одни, когда они думают об этом, хотя бы у них настоящая жизнь протекала беспечально и великом удовольствии, не преследует ли как бы какой бич совесть и ожидания имеющих постигнуть их страданий, а добрые хотя бы терпели тысячи зол, не питают ли по словам Пиндара целительные надежды, которые не дает им ощущать настоящие бедствия. Таким образом, и от этого у последних бывает больше удовольствия. Ибо гораздо лучше, начав временными трудами, закончить бесконечным успокоением, нежели вкусив на краткое время мнимых приятностей, наконец, впасть в самые горькие и тяжкие бедствия. А когда при этом еще не сомненно, что такая жизнь и здесь приятнее, то не должно ли теперь делать то, о чем я сказал вначале. Жалеть тех, которые оплакивают такие блага. Подлинно сын твой достоин не слез, но рукоплесканий и венцов, как пришедший к безмятежной жизни из тихой пристань. На тебя порицают многие отцы, которых дети кружатся в настоящей жизни. Другие, смотря на тебя, плачут, а иные смеются над тобою. Почему же ты еще больше не смеешься над ними и не платишь? Мы должны смотреть не на то, смеются ли над нами, а хорошо ли и справедливо ли это делают. Если так, то хотя бы не смеялись, мы должны плакать. Если же делают это несправедливо, то хотя бы все смеялись, мы должны ублажать себя и их оплакивать. Как самых несчастных и ничем не отличающихся от безумных. Ибо смеяться над тем, что достойно великих похвал и венцов свойственно безумным и больным подобного им. Не счел бы ты насмешкой скажи мне, если бы тебя все стали хвалить, превозносить и называть блаженным за то, что сын твой пристрастился к безумному занятию плесунов и наездников. А что, если бы они стали смеяться и порицать его, когда бы он делал что-либо благородное и достойное похвал? Не назвал бы ты их безумными? Так поступим и теперь предоставим приговор о твоем сыне не мнению толпы, но тщательному обсуждению дела. И ты увидишь, что эти насмешники отцы скорее рабов, а не свободных, если сравнить их детей с твоим сыном. Теперь ты, омрачаемый скорбью, не можешь вникнуть в это. Когда же немного успокоишься и сын твой окажет великую добродетель, ты уже не будешь нуждаться в наших словах, но сам станешь другим говорить это и еще больше этого. Предсказываю тебе это не без основания, но по опыту. У меня был друг, имевший отца неверующего, богатого, уважаемого и во всех отношениях знаменитого. Этот отец сперва действовал через начальников и грозил узами, и отняв у сына все, оставил его на чужой земле и без необходимой пищи, чтобы таким образом заставить его возвратиться к мирской жизни. Но когда увидел, что сын ничему этому не уступает, то побежденный запел иную песню. И теперь почитает и уважает сына более чем своего отца, и хотя имеет много других детей почтенных, но говорит о них, что они негодны даже и слуги тому, и сам через того сына сделался гораздо знаменитее. Это мы увидим и на твоем сыне, и что я не лгу, ты хорошо узнаешь на самом деле. Поэтому я смолкну наконец и только попрошу тебя, подожди один год или еще меньше времени, для нашей добродетели не нужно много дней, потому что она возвращается божественной благодатью, и ты увидишь, что все сказанное исполнится на самом имея в сыне учителя добродетели. У него нет, чтобы угрожать ему по себе родину он не имеет.